На российском рынке легкового коммерческого транспорта неожиданно произошла небольшая революция. Марка Lada вдруг оказалась на третьем месте среди всех LCV. Очевидно, что причина успеха в отличных продажах обновленного Largus. Внешне Largus полностью изменился. У него другой дизайн передней оптики и решетки радиатора, плюс указатели поворота, переместившиеся на зеркала заднего вида. А вообще, по итогам рестайлинга, бестселлер получил 267 новых и модернизированных деталей. Как ни странно, однако, перерисованная внешность из-за приподнятого капота изменила характеристики обтекаемости кузова. И в итоге подъемная сила разом уменьшилась на 13%, а у кросс-версии на 16%. То есть на высоких скоростях машина будет вести себя стабильнее. Другое важное новшество – радикально улучшенная шумоизоляция. 56 звукоизолирующих элементов позволили снизить общий уровень шума на 5 акустических децибел при интенсивном разгоне на третьей передаче во всем диапазоне оборотов. Сам интерьер полностью другой. Под замену отправились передняя панель, обивки дверей, рулевое колесо и многое другое. Кроме того, в базовом исполнении появился бортовой компьютер, при том с датчиком наружной температуры и счетчиком ДОТО. Закрывают в список полезных новшеств любопытные опции. Так в багажник за доплату можно уложить пластиковый поддон, на котором закреплены регулируемый органайзер и такелажная сетка. Плюс Largus 2021 модельного года предлагает богатый набор теплых функций. А еще большая модернизация затронула не только внешность и салон, но и базовый восьмиклапанный двигатель. Он стал немного мощнее и моментнее, а главное, 80% тяги теперь доступны всего при тысяче оборотах. Всего инженеры внедрили больше двух десятков новых деталей. Так к агрегату приладили облегченные клапаны и валы, коленчатый и распределительный. Вдобавок под замену отправились поршни, шатуны и даже ремень ГРМ. Также двигателисты перекроили головку блока цилиндров, улучшив систему вентиляции. Из интересного отметим, что клапанные толкатели и маслосъемные колпачки взяты от двигателя Рено, а шатунами и клапанами поделился тольяттинский мотор 1.8. В финале отметим, что рестайлинг обошелся заводу относительно дешево, так что стартовая цена выросла совсем ненамного. Редактор субтитров А.Семкин